У нас есть кейсы, где ребята сделали 100-200 тысяч на охватах стол. Люди, с кем я знаком, 4 года они кидают людей на 10 миллионов, на 15 миллионов. В принципе, все достаточно просто. Можно прийти к блогеру-миллионнику, все же знакомы с блогерами-миллионниками, и сказать там, вот чувак, у меня есть продукт, давай с тобой сделаем запуск. Друзья, всем привет! Это канал Кто Красавчик, и сегодня мы записываем классный, мощный подкаст. Вы просили, мы это делаем. Я знаю, что многие ребята, кто нас смотрят, это эксперты, предприниматели, кто хочет запускать свои инфопродукты, заниматься продажами этих инфопродуктов. И есть огромная проблема, это маркетинг. То есть сейчас на рынке в целом такая достаточно большая проблема. У всех есть какие-то источники трафика, связки, нужны бюджеты, ты можешь все потратить и так далее. И сегодня я хочу поговорить про партнерский маркетинг. То есть когда ты запускаешься в партнерстве с кем-то, вы зарабатываете все деньги, и, соответственно, их делите и кайфуете. И, соответственно, это без бюджета, либо с бюджетом. И сейчас мы узнаем у нашего гостя. Я пригласил Бориса. Борис, привет! Да, привет! Давай немножко просто вкратце расскажи, вот когда ты представляешься, как ты себя представляешь людям. Да. Меня зовут Борис Фрэнкель. Я продюсер с 10-летним опытом и эксперт по продажам без долгих прогревов. Супер! За последние где-то 7 лет я запустил более 50 онлайн-школ в 30 разных нишах. Помог заработать ребятам порядка 50 миллионов рублей. То есть запускал ниши психологов-коучей, торги по банкротству, астрология. Ну, очень много всего. Но ты выступаешь сейчас как продюсер, то есть ты теневой человек, который находится за. Да. У меня есть несколько проектов, которые я сейчас продюсирую. И также являюсь партнером проекта по запуску через партнеров. Супер! Расскажи про партнерский маркетинг. Что это такое? Как это настроить? Как к этому приблизиться? Какой бюджет нужен? Что вообще можно сделать? Ну, здесь, в принципе, все достаточно просто. Можно прийти к блогеру-миллионнику, все же знакомы с блогерами-миллионниками, и сказать, вот, чувак, у меня есть продукт, на высокий чек, наставничество, и давай с тобой сделаем запуск, и я тебе отдам процент с продаж. И ты заработаешь на этом больше, чем с рекламы. Обычно все соглашаются. Вот. Но так говорят в релсах, да, но на самом деле все чуть-чуть сложнее. Но на самом деле вы действительно можно прийти к блогеру-миллионнику, но желательно это делать через знакомых. То есть у всех есть, как это, правило пяти рукопожатий. Если ходить по, допустим, нетворкингам, конференциям, то там можно встретить такого блогера, либо найти его через своих знакомых. Кстати, вот, если даже далеко не ходить, у меня хорошего знакомого, моего друга, вот, сестра, блогер-миллионник. И, собственно, вот мы с ним там обсуждали, как мы с ним можем интегрироваться, потому что, ну, если бы я и написал холодную в директ, ну, скорее всего, он даже не прочитал бы сообщение, и, собственно, я бы не получил вообще никакого ответа, либо просто отказ за счет того, что, ну, вот ее там родной брат, вот, с ней знаком лично, и, собственно, таким образом можно выходить спокойно на партнеров такого уровня. Вот, но, в принципе, если по шагам, вот, рассказать, да, то вокруг нас есть уже эксперты, да, с аудиторией, на которой, которой может быть интересен ваш продукт. Вот, это начиная с блогеров, которые просто продают рекламу, либо это эксперты в смежных нишах или даже ваши прямые конкуренты, к которым можно прийти и сказать, давай, мы сделаем с тобой совместный запуск, и я тебе заплачу процент от продаж. На небольших охватах это может быть 20-30%, на больших там, но если взять там нельзя грамм, это может быть там 40-50%. И для того же нельзя грамма здесь нужно сделать там 5-6 выходов в сториз и все. И дальше весь запуск, он уже идет в закрытом телеграм-канале, в котором проводятся эфиры, и дальше мы выплачиваем просто процент. То есть, по сути, если ты хочешь запустить партнерский маркетинг, ну, партнерский запуск вот такой, тебе нужно найти блогера и не обязательно миллионника? Абсолютно нет, и здесь можно найти, у нас есть кейсы, где ребята сделали там 100-200 тысяч на охватах 100, условно. Просто 100, вот 100, да, да, да. Ну, то есть, и там, но это были просто вот эксперты, вот где вот, ну, условно, со смежной ниши, что называется, да, и, значит, и на даже небольших охватах можно делать запуски. Но там есть момент такой, что вот, вот когда много таких экспертов, небольших, то если в каждом таком микро, с каждым микропартнером ты будешь сделать такой запуск, то устанешь просто от живых вебинаров, и тебе в идеале надо прийти просто на автовебы. То есть, в итоге все это переводится в автовебинарную модель. То есть, смотри, условно, получается, под каждого, давай вот, мне интересна инструкция, то есть, смотри, давай первое, это найти блогера. То есть, нам нужно найти кого-то блогера. Условно, я эксперт, у меня есть хороший продукт какой-то, твердый, да, там, ну, неважно, по чем, там, по ютюбу, или по подкастам, или по чем-то еще. Дальше мне нужно найти партнеров. Этих партнеров за запуск может быть много, не один. Да, можно делать это как раз это, множественные запуски с партнерами. Вот, прикольно. То есть, условно, я нашел, например, там, пять каких-то блогеров, у которых плюс-минус смежная аудитория, какая-то есть, там, не знаю, тысяча человек или пятьсот человек. Дальше какая инструкция? То есть, вот, как мне с ними общаться, как мне ими предлагать? Даже если это мои знакомые, условно, я вышел там на знакомых. Да, идеально, минимум, дать информации переписки, вот, и уже вытащить, то есть, заинтересовать, что давай, смотри, я знаю, как заработать на твоей аудитории в пять-десять раз больше. Вот, давай с тобой созвонимся, я тебе расскажу. То есть, просто, это как, знаешь, как есть модель вот сетевого маркетинга, когда, почему сетевой маркетинг, они все вытаскивают на сезон, потому что, когда ты начинаешь переписки все это делать, то люди отваливаются. Ну, здесь это, конечно, не модель сетевого маркетинга, более она, ну, скажем так, интересная, там, ну, для многих, там, тот же, там, MLM таким является, там, зашкварным продуктом, но вот здесь просто люди, переписки просто ты не расскажешь всего, вот этой всей истории. То есть, многие еще путают партнерские, вот, совместные запуски, как партнерка, типа, дал реферальную ссылку, а этот человек, блогер, размещает ее. Вот здесь именно формат такой, что мы это позиционируем, как будто вот я, Иван Иванов, блогер, решил с Колей Петровым... Да, что-то запустить. ...сделать совместное мероприятие, да, вот, на вот такую-то тему. Кому интересно, переходите вот в этот телеграм-канал. И в этом телеграм-канале мы тоже упоминаем вот этот блогер, я, вот Мэри Гарри... И получается просто, если у тебя много партнеров, то есть, у тебя много телеграм-каналов, условно. Да, 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 да. Вот кружочек от блогера. Ну, вот, если, ну, обычно все могут записать, он говорит, я приветствую вас в канале с Колей Ивановым. Он офигенный эксперт, он вам расскажет про это и про это. Ребята, там, вот, пишите в комментах про вас, про себя там и так далее. Давайте наведем там жару. И, значит, и люди лучше вовлекаются, потому что они видят, что это не просто реклама, да, сам блогер тоже участвует. Вот, именно это формат совместных запусков. И в процессе самих запусков блогер тоже записывает кружки. Телеграм-канал, который мотивирует людей прийти на эфир, купить курс и так далее. То есть, это больше доверия и меньше возражений. Вообще, партнерский маркетинг – это одна из крутейших тем, которую я поднял на этом подкасте. Но, помимо того, что занимаешься маркетингом физическим, я считаю, что еще важно прокачивать свое мышление. Ведь пока ты не прокачал свое мышление, ты можешь не написать блогером. Ты можешь стесняться этого, ты можешь не делать какие-то интеграции. Поэтому я подготовил для всех участников этого подкаста свой трехдневный марафон по мышлению. По ссылке в описании ты сможешь его найти. Это абсолютно бесплатно. Я занимаюсь мышлением больше трех лет, поэтому переходи. А мы возвращаемся в нашу студию к Борису и партнерскому маркетингу. Смотри, давай немножко поговорим про разные стратегии, потому что есть разные люди. Есть кто-то в регионах, у кого там, например, нет возможности посещать мероприятия. И вот таким образом, как ты рассказал в первом, через пять рук обожатий, познакомиться с блогерами и пообщаться. У кого-то такая возможность есть. У кого-то, ну короче, разные стратегии существуют. Давай немножко про стратегию именно поиска таких людей с аудиторией. Да, ну смотри, идеальнее всего тем, кому интересна стратегия, как конкретно в его нише, можно выйти на доход 1-5 миллионов рублей в месяц без рилс, инвайтинга, рассылок и так далее. У меня вот для таких ребят есть бесплатный разбор, 30-минутный, на котором я все подробно могу рассказать. А в принципе... Супер, все ссылочки, ребята, оставляем в описании. Прямо сейчас можешь перейти на разбор к Борису, лично пообщаться, и, соответственно, он тебе расскажет про стратегию выхода на такие суммы. Прикольно, спасибо, это клево для наших подписчиков. Лайк за это поставьте. Давай. Но и каждый сейчас может найти среди своих подписчиков экспертов или блогеров, с которыми вы уже сейчас сможете договориться о партнерском запуске. Вот в Нильзаграм можно перейти, например, своих подписчиков и посмотреть, выбирать подписчиков, у которых там от тысячи подписчиков, и в Рилс у них охвата набирает тоже от тысячи. Им уже можно написать. Это самый первый шаг и самый простой, потому что на вас уже люди подписаны. Если вы плюс-минус как-то в инстуру там ведете или там ввели, то у вас уже ну как-то знают, и вы для этих ребят уже некий там авторитет. И можно предложить такой совместный запуск и созвониться, и все. Вот мы таким образом находили достаточно крупных блогеров. Вот сейчас мы будем делать запуск с блогером с охватами в сторис от 10 тысяч. Насколько эффективно, на твой взгляд, эффективно ли вот эти методологии, которые ты говоришь, то есть ходить по мероприятиям, искать каких-то людей, партнеров и так далее? Это приносило тебе какие-то результаты? И какое количество мероприятий ты посещаешь? Да, это приносило результаты. И я посещаю где-то минимум один-два раза в месяц я хожу на оффлайн-встречи. Сейчас я еще начал выступать как спикер. И я стараюсь... Вот сейчас у меня план ходить минимум один раз в неделю на какие-то оффлайн-мероприятия. И я считаю, это эффективно. Часть людей, конечно, будет отваливаться. Вот с кем я вхожу в контакт, кто-то отвечает, с кем-то я созваниваюсь, кто-то уходит там... Ну, вообще не читает сообщения. Это нормально. Но, тем не менее, если работать с ними в долгосрок, потому что в целом даже в той же Москве и на разных мероприятиях встречаю уже один-другой людей. Один-другой, один-другой, конечно. И мне даже человек, который вроде перестал отвечать, сказал, блин, я, короче, твое сообщение специально не читал, потому что я хочу досмотреть это видео, которое ты мне отправил. И поэтому напиши мне еще раз. Короче, я... Ну, то есть вот даже была такая обратная связь. Это к тому, что не нужно, ну, типа, думать, что люди там забивают. Иногда просто нет времени. И это еще раз подтверждает то, что нужно делать больше касаний. Куда-то их там, не знаю, звать, приглашать. А если даже вот если это не Москва, а другой город, если там посещать нетворкинги, то и вот вы будете еще чаще этих людей встречать, и каким-то образом к вам тоже доверие вырастет. И таким образом ты будешь уже своим. Везде это классно. Вот это я хочу вот к этой стратегии сейчас прийти. И я вижу, что вот в Москве сейчас очень много, конечно, таких нетворкингов появилось. Как-то разум. Раньше я такого не видел, не знаю. И это, я считаю, очень круто. И вот это такой очень классный канал. Но я хочу добавить, что не только оффлайн, у меня офигенно работают еще просто переписки. С людьми я, так как с экспертами общаюсь там больше 7 лет, и у меня очень много разных контактов. И я первый, ему группу вообще собрали, я просто людям писал личку, мне платили деньги. Со многими я вообще не созванивался даже. То есть и просто в переписке за счет именно того, ну, хорошего лояльного контакта, так как ко мне есть доверие. Если, допустим, у вас есть, да, какие-то контакты, с кем-то вы общаетесь, вы легко можете там людям написать. И через переписку плюс, ну, может быть, зум-созвон или даже без него люди могут там на что-то согласиться. И вы сможете, ну, там, получить положительный ответ на ваше предложение. Я еще видел классную связку, тоже поделюсь. Это записать рилс, где ты можешь, вот прямо в рилсе ты можешь сказать, типа, ищу такой-то продукт у нас есть, просто записать рилс, типа, всем привет. Есть какой-то продукт, ищу аккаунты, у которых там, типа, от 500 просмотров сделать совместный запуск, заработать вместе деньги. Пишите вот здесь, там, не знаю, партнерка. И я такие рилсы видел, они очень хорошо заходят. Ну, то есть, если много их там сделать, то я думаю, что оттуда прикинуть, я вот так просто поперл, там, 500 человек, 600, огромное количество. То есть, я замечал такие тоже связки. Ну, кстати, да, как вариант, можно, да, можно такие штуки тоже запускать. В принципе, если, да, какая-то цепь, главное, да, чтобы рилс залетел. Ну, это нужно просто много сделать. 100 рилсов сделаешь таких, и точно залетит. Один из 100 точно залетит. У меня вообще сейчас гипотиза, что каждый 60 рилс заходит. То есть, 60 рилсов ты снял, один зашел. У меня примерно такая гипотиза. Это работает. Это работает. Поэтому я очень много снимаю. Давай к следующей перейдем к истории. То есть, смотри, у меня, например, есть классный продукт. Это travel. Это клуб путешественников. Он, а, недорогой с точки зрения, ну, как бы, аудитории, да. И, б, я понимаю, что travel – это история, которая нужна всем. Ну, не всем, но вот большая выборка. То есть, мне там не нужно экспертов-экспертов. Это может быть любой блогер, просто лайфстайл и что-то еще. Вот если мы… Все, я нашел блогеров. Что делаем дальше? Потому что у меня самый главный вопрос. У меня есть аудитория в Ютьюбе, в Инстаграме, в Телеграме. Везде есть аудитория. Но вот сконвертировать аудиторию в продажи у меня получается супертяжело. То есть, это самая тяжелая моя часть. Потому что вот это… Я либо продаю в лоб, говорю, всем здорово, я запустил продукт, покупайте. Либо вообще не продаю. Все. То есть, у меня вот как бы два состояния. Расскажи, что мне делать. Ну, ты можешь… Если у тебя есть, да, там… Ты сказал, да, там, тревел-блогеры. Ну, у меня есть тревел-продукт. И в целом найти блогеров под тревел я очень могу легко. То есть, у меня прямо есть блогер, у которого там 250 тысяч подписчиков. И он в целом готов. Ну, ты можешь, да, ему написать, сказать там «Привет, Анатолий, скажи, я хотел бы обсудить с тобой интеграцию». Вот. Могли бы мы с тобой созвониться, да, и я тебе, ну, вот, за счет интеграции хотел бы рассказать, как ты можешь заработать 5-10 раз больше, чем обычно ты зарабатываешь на таких интеграциях. Вот. Будет удобно там в такое-то время. Сразу можно закрывать на какое-то… Посмотрите, давай, окей, мы согласовали. Он легко сойдет, потому что он в моем клубе. Он легко пойдет. Да. Вы созвонились, ты им говоришь, смотри, есть такая концепция, да, совместных запусков, где, соответственно… Ну, это что, если это инста, ютуб? Инста, у него инста. Инста, вот, ты говоришь, что, смотри, у меня есть такой-то продукт, и, значит, он вот про это, про это, да, я хотел бы тебе предложить сделать совместную интеграцию, где ты сделаешь несколько выходов в сториз и расскажешь о том, что я проведу там бесплатный вебинар на такую-то тему. Так. Вот. И я с этой… И дальше буду вот с этого вебинара продавать вот такой-то курс. Он совместно проводит со мной вебинар? Он находится в у меня вебинаре? Ну, смотри, необязательно. В принципе, тащить там блогера… Ну, бывает, люди хотят. Да. Да? Вот. Если он хочет, можно это обсуждать. Если он не хочет, и таких планов нет, это вообще необязательно. Окей. И просто, как бы, когда идет, ну, подача совместных запусков, да, как я уже сказал, это, типа, лучше. Да. Значит, лучше работает. И он говорит, что сначала, типа, он говорит, там, ребята, было бы вам интересно, какой-то опрос проводится, подводка к теме, рассказывается о тебе, как об эксперте в сторис. И дальше он говорит, кому интересно, вот ссылка на ТГ-канал. И дальше вот у него идет сторис, который мы заранее предоставляем уже сценарий, говорит, я тебе все дам, сценарий, при необходимости можешь под себя там адаптировать. И дальше уже все переходят в Телеграм-канал, переливаются, и мы там, говоришь, мы, я тебе сделаю партнерский там кабинет, все, ты будешь отслеживать все платежи, и… Как это технически сделать партнерский кабинет? Ну, гет-курс. На гет-курсе можно сделать, да, партнерку? Да, можно гет-курс, да. И, то есть, типа, условно, с этого ТГ-канала, все, что будет переходить там с этого вебинара, он будет видеть, что пришло. Да, да. Прикольно. Вот, и ты проводишь, да, вебинар, продаешь курсы, вот, ты говоришь, что ты у меня столько у Жозова с этого курса, да, все довольны, классно. И для тебя еще, смотри, такой тоже лайфхак для блогера, блогеры всегда думают про контент. Какой контент дать моим подписчикам, чтобы они были довольны, там, любили меня, боготворили, и для них, да, вот этот Телеграм-канал, это тоже контент. То есть, он говорит, чуваки, короче, у меня есть прям офигенное, там, предложение, офигенный эксперт Леша Пронягин, он про это вот расскажет, идите в Телеграм-канал, там будет офигенный местной контент. И он, получается, там, часть людей туда пошло, он такой, о, ес, там. Они мне скажут спасибо, ну, как бы для них, даже если они не пойдут на курс, бесплатный вебинар, вот, ну, от эксперта, это, там, дополнительный контент. Это не просто, ну, там, реклама, да, какого-то там, чувака, там, переходите туда, люди просто переходят, и они, ну, понимают, что это была реклама. А вот, а здесь она, типа, вот, мы стараемся сделать как можно более нативней, да, ну, то есть, как раз, чтобы вот эти, пройти под радарами людей, что это реклама, и они, когда в канал попадают, Телеграма, они получают полезный контент, и это, как бы, респект блогеру, то есть, его, типа, рейтинг вырастает. А он еще дополнительно при продаже курса забирает процент, вот. И если, конечно, там, охваты у него высокие, можно там 50% ему предлагать, предложить, он, то есть, в целом, если сравнивать, допустим, в рекламу, вот, рынок рекламы блогеров, у нас есть кейс, где девочка-блогера зарабатывала 300 тысяч на блоге с охватами, 10 тысяч stories, а мы с ней начали делать совместные запуски, вот, и она заработала, ну, за год, в общем, мы там заработали 80 миллионов, она себе забрала 40, вот это 4 миллиона в месяц. То есть, это в 10 раз больше, чем на обычной рекламе, то есть, они на рекламе никогда столько не заработают, чем вот на совместных запусках. И вот в данном случае, вот, ты можешь вот такую же интеграцию предложить, потому что это 100% выгоднее, чем любая реклама. Для них будет то инстайл, либо даже, вот, ну, YouTube, на YouTube еще меньше, они, как правило, там зарабатывают. Давай с другой стороны посмотрим на это. Как эксперту или как эксперту понять, что он готов к такому запуску? То есть, какие есть критерии для эксперта, чтобы было понимание, что да, я готов сейчас в партнерский запуск заходить? — Смотри, да, для эксперта идеальные условия уже есть продукт, который продается, да, и есть воронка, через которую этот продукт продается. Потому что, условно, если, например, есть психолог, у него есть только, он продает через консультации, курса еще нет, в принципе, он даже не понимает, а он работает сейчас по всем запросам, условно. Деньги, отношения к здоровью, да, там, и в основном это, и чаще всего это сарафан. То, конечно, это лучше, конечно, заранее сделать курс сначала, да, ну, условно, вот такой уровень, такой новичка, новичка в плане именно, ну, вот, в плане запуска этого продукта, ну, и партнерского запуска. Лучше сначала сделать какой-то курс, провести его там пару раз и уже потом идти искать партнеров, вот, потому что если там делать все с нуля, искать партнеров, ну, можно, там, жидко, в общем... — Обосраться. — Да, посраться, да, жидко посраться, я искал какое-то слово, в общем, не нашел, да, и, собственно, ну, это будет не очень приятно, конечно, всем, потому что обещали партнера там что-то, да, ну, не получилось, да, как это в анекдоте, ну, не шмоглая. Вот, поэтому для тех школ, которые идеальны, здесь подходят эксперты, у которых есть продукт воронка, но они, допустим, продают все только на свою базу, и база постепенно там выгорает, и нового трафика нету, либо это школа, которая работает с холодным трафиком, но там низкие конверсии, и, собственно, лид дорогой, при масштабировании трафика лид еще сильнее дорожает, либо вообще сложность масштабироваться. Это вот идеальные вот сегменты, ну, идеальный портрет, да, вот, к которым можно прям легко прийти, потому что у нас есть там кейсы, да, где там ребята уже с конкретными там продуктами, воронками, прям здесь уже автомарафон, и они быстро там находили партнеров, и очень быстро с ними делали запуск, вот сейчас они масштабируются. И это такой очень быстрый путь масштабирования, потому что, ну, вот сейчас в том из подписчика, ну, 200-300 рублей, как говорится, не разгуляешься, чтобы там с нуля какой-то запуск сделать, нужно минимум там сотку выложить, и то это будет, ну, там, 400 регистраций условно, но это вообще, это очень мало. Это такой, всегда там считалось относительно таким тестовым запуском, а плюс еще заплатить подрядчику нужно. Ну, обычно это еще плюс 25 тысяч, ну, так, в среднем. И от 125 чисто там что-то там протестировать, как это, протестировать гипотезу. И это, ну, немаленькие деньги. Смотри, а как еще вопрос такой, как блогеру понять критерии, то есть, условно, вот у нас смотрит какой-то блогер, говорит, да, прикольная штука с точки зрения монетизации, как ему понять, с какими экспертами работать? Потому что вот у меня, честно, внутренняя история, сейчас инфо-цыганство, да, это супер распространенная история, и у меня вот внутренне очень много приходит приглашений, я веду там конференции, ютюбы, ну, то есть, понятно, у меня такой входящий поток очень большой. Я вообще ни с кем не работаю, то есть, у меня вообще все наотрез, я говорю, нет-нет-нет-нет, мне нужно, не знаю, то есть, чтобы мне с кем-то работать, мне нужно на него подписаться, смотреть его два года, и потом принять, что сказать, вроде никого не кину, узнать это все, потому что я внутри инфобизнеса, и там я знаю, что люди, с кем я знаком 4 года, они кидают людей на 10 миллионов, на 15 миллионов, они кидают всех вообще, каждый, я не знаю, каждый первый в инфобизе. Как понять блогеру, с кем работать, как понять его экспертность, и как сделать так, чтобы он не плодил инфо-цыганство? Почему? Потому что, ну, он же своей репутацией тоже, то есть, аудитория – это его репутация, он может запустить блогера, продал курс, а там нуляк, ну, то есть, такого может быть, понятно. Ну, что я могу сказать первое, не перейти наставников экспертов. Окей, это прям такой, знаешь, значок. Ну, когда мы же даже вот тоже вот себе берем вот людей, да, и, ну, соответственно, я так тоже, мы с Чингизом обсуждали, я сказал, что я не хочу брать наставников экспертов, потому что рынок, ну, такой очень сильно сейчас испорченный, и, ну, конечно, я не хочу, да, чтобы мы помогали человеку, который, ну, да, там, условно, инфо-цыган, да, продвигаться, и, ну, это не экологично, я считаю, и больше всего проблем с продуктом, с исполнением обязательств именно у них, как правило, сейчас на рынке. Если, условно, брать там психологов, да, вот, не знаю, там, похудательные темы, кандистрологии, эзотерика, ну, как правило, там этого меньше всего, но если... Ну, тоже есть, да, ну, тоже есть, тоже есть, и на что можно опираться, в целом, это отзывы от клиентов, да, и надо, ну, давай, так, даже я бы первое смотрел на экспертов, да, ну, вот на то, что тебе вообще нравится этот эксперт или нет, наверное, вот, чисто вот, насколько тебе там подходит, не подходит, он чисто по-человечески, второе, наверное, ну, контент, да, как он ведет блог, посмотреть, заходит тебе, что он говорит или не заходит, потому что это тоже важно, и третье, да, посмотреть, ну, может быть, какие-то что-то есть, там, бесплатные, там, какие-то материалы, ну, вот... Не, а он же может запросить, ты что, он может запросить, сказать, дай мне свой доступ к курсу, типа, я буду смотреть. В принципе, может, но я тебе скажу, что иногда курс, там, это может быть, там, 10 уроков, иногда, там, 110, да, и... Ну, не, ну, ты можешь посмотреть, там, 2-3 урока, уже понять, то есть, как бы, там, родомно включить какие-то уроки? Да, да, у нас, вот, у эксперта одного, там, вот, блогер, причем она такая маленькая, запросил, причем она в клубе была год, ну, в общем, мы так это подумали, что она, наверное, хотела бесплатный курс посмотреть, вот, потому что она как-то это сразу, ну, там, ретировалась, ну, вот, ну, окей, но там у нее маленькие были охваты, она, наверное, не сильно была принципиально, но мы без проблем доступ открыли, и у нас, например, вот, у меня сейчас работают с ребятами, там, по Аюрведе, и там, у них, там, они 7 лет, там, на рынке, и у них очень много отзывов, и, там, я с ними, вот, ну, начинал работать, там, в 20-м году, вот, и... Поэтому в их курсе, да, там, можно давать доступ к их курсу, и мы, там, продюсер там в этого курса без проблем его открывает. Дальше уже можно почитать отзывы о курсе, и, не знаю, можно в идеале написать еще кому-то, например, из тех, кто этот курс проходил. Ну, как кейсы, типа. Да, спросил, потому что есть моменты, то есть мы так тоже, короче, у меня жена, там, где-то год назад, ну, сама себе тоже сказала там наставника, и она писала людям, которые проходил курс, это интересно. Вот, я рекомендую это делать, потому что там интересные вещи открываются, потому что совершенно не то, вот, не те результаты, не про те результаты люди говорят, про которые пишет тут сам наставник у себя, поэтому... Ничего себе, настолько. Да, да, там была целая, там целая Санта-Барбара открылась, в итоге он ее забанил. То есть, мою жену, это было, ну, это вот наставник экспертов, вот она решила, ну, типа, чтобы, вот, я говорю, давай, хочешь, вот, сама себе найди, потому что у меня там на тебя времени нету, все, не хватает, и вот она вот так искала, я ей говорю, напиши этим людям, вот она написала, и я всегда говорил, что писать нужно людям. Это важно, потому что, ну, типа, отзывы там могут быть, там, условно, там, нечестные, и, в принципе, ты можешь зайти, там, не знаю, найти эти соцсети этого... Человека. Человека, да, написать ему, в принципе, пообщаться, вот, ну, и на экспертном рынке это сделать, там, ну, достаточно легко. Расскажи тогда вопрос такой, мы поговорили про экологичность, что ты вообще думаешь про рынок инфобизнеса сейчас, как он меняется с условием, там, всех вот этих скандалов, которые происходят, и, соответственно, там, неуплата налогов и так далее. Что думаешь про рынок инфобиза? Я думаю, что рынок инфобизнеса очень сильно уплотнился сейчас, и он растет, он вырос вот за последние пять лет в десять раз, это по данным ГИД-курса, то есть, он в девятнадцатом году был в двадцать миллиардов рублей, сейчас уже в двадцать третьем году двести. Он продолжает расти, и... Сейчас вот закон есть о том, что там, если у тебя есть курсы, рекламировать их нельзя, или там нужно что-то опубликовать, нужна лицензия, то есть, они вот прям начали законопроектами фиксировать. Но это, к сожалению, бьет только по... ну, то есть, любой блогер-миллионник, условно, да, который делает хреновые курсы, он может в две целых две десятых секунды купить себе пятьсот восемьдесят семь лицензий, и, как бы, сказать, ребят, ну, что-то еще, еще чем-то можете меня ограничить, то есть, лицензии стоят сто тысяч, условно, да. Ну, как бы, сейчас закон примут, если уже, да, то там она, там, ну, ну, 300 тысяч, ну, для них это не проблема, а бьет это обычно по психологам, да, условно, но по экспертам, которые зарабатывают сто-двести тысяч, для них там, типа, сотку выложить, ну, уже проблематичнее. И эти законы, они больше для людей, для тех, кто вообще в этом ни хрена не понимает, да, которые там орали, там, когда никто не проходил, там, курсы, там, аязы, когда орали, они, а яс, мошенник, да, там, там, что-то не проходило, нет, я просто знаю, ну, да, вот, так же, как и люди знают, что земля там круглоплоская, ну, там эти плоскоземельщики, есть такая отдельная категория, вот они к ним тоже относятся, поэтому я считаю, что вот и все вот эти последние наведения, маркировка, вот эти там лицензии, это все не является гарантом, вот эти законы, они направлены там, ну, и как вот последний сейчас вот запрет рекламы, да, там, в целом нельзя грамм, но все это сводится к тому, чтобы, наоборот, ну, там, наставить палки в колеса, и в текущей ситуации это больше показать, что мы, типа, что-то там делаем, да, на самом деле, на ваше благо, на самом деле это идет, например, в минус экспертом. То есть я считаю это, ну, как бы вот в данном случае государство ставит под ножки. Давай перейдем к Блицу, у нас Блица вопросы, я задаю вопросы коротко, ты отвечаешь тоже коротко, насколько это возможно. Расскажи про какой-то кризис, который был у тебя в жизни, как ты его прошел, тоже постарайся так вот кратко, какой был самый, ну, один из тех кризисов, который по мне повлиял, либо душевный, либо физический. Ну, был кризис у меня три года назад, был кризис того, что как-то я выгорел, но такое выгорание, оно еще длилось года два, и потом просто я вышел из этого тем, что поменял нишу. То есть то... А, смену ниши. Да, в принципе для меня это, ну, я понял, что за семь лет я что-то вообще устал, ну, сам, работая с людьми, как именно наставник, ну, вот, новое слово, потому что я всегда там был коучем, да, там, экспертом, да, по продвижению в соцсетях, там, 17-18-19-е года, вот. Ну, потом просто выгорел, устал, особенно от новичков, совсем новичков, которым с нуля все это делать, уже стало неинтересно. По факту смена ниши... Помогла? Да. Какие у тебя цели, вот, на ближайшее год, там, на ближайшее время, год, либо три месяца, ну, как тебе в голове? Я, одна из целей, я хочу стабильно выступать спикером на конференциях, там, хочу выступить, там, на тысячу, человек. Вторая цель – это, ну, привлечь, там, в нашу программу вот «Чингизм», там, в ближайшие, там, где-то 6 месяцев, там, 100 человек в эту программу, и стать, ну, таким медийным лицом, чтобы при меня, там, знали блогера, да, я мог к ним прийти и с каким-то проектом, да, вот, сделать интеграцию. По совету, и вот какой совет ты можешь дать ребятам, либо, которые начинают, либо, которые предприниматели уже, либо, ну, по жизни просто, там, условно, там, два-три совета? Слушайте себя всегда, в первую очередь прислушивайтесь к себе, потому что, ну, вот, идти против себя, если вам кто-то что-то сказал, и это, вот, внутри вы огромное сопротивление чувствуете, чувствуете, что это не ваше, ну, значит, это не ваше. То есть, если вам показалось, значит, вам не показалось. Это первое. Второе. Если вы идете к своей цели, и вот что-то у вас не получается, ну, какие-то, там, проблемы возникают, но вы в эту цель верите и горите от нее, да, и вот, ну, вот сейчас, да, какие-то сложности не бросайте. Не бросайте, идите дальше, потому что люди чаще сдаются, чем терпят поражение. И третье, наверное, вот, по партнерству бы я, наверное, такой совет дал. У меня было много партнеров, прежде чем, вот, входить в какие-то партнерства с людьми, вот, я рекомендую прям договор друг с другом заключить, где вы пропишете, кто что делает, потому что я очень много раз обжигался из-за того, что это нифига нигде толком не было прописано, не то, что в договоре, а даже просто, ну, вот, на листке, там, бумаги, из-за этого все это разламывалось, начинались претензии, кто-то делает больше, кто-то делает меньше, и это прям, если у вас проект сильно масштабируется, то это прям разрыв происходит, и у вас проект может рухнуть. Супер, спасибо большое. У нас конкурс. Ребята, сейчас прямо ваша задача обязательно подписаться на канал, поставить колокольчик, лайк, и в комментариях написать, какой у тебя есть инсайд из всего, что сегодня ты услышал, да, что ты примешь для себя. Самое интересное, самое, может быть, стратегическое, самое пошаговое, какой-то необычный классный план, который мы будем выбирать самостоятельно, вне зависимости от количества лайков, получит подарок. Какой ты подарок себе приготовил? Да, я приготовил подарок, это книга «Беседа с Богом». Это очень крутая книга. Вот, и я ее прям очень рекомендую, потому что, прочитав ее, у нее на самом деле есть несколько частей, это вот первая часть, и вот я ее рекомендую, потому что, когда я ее прочитал, у меня такой полностью сошелся пазл, и прям очень сильно это касается, ну, и мышления, все остальное берет, там, ненужные, там, ненужных тараканов из головы, вот. И к ней также, да, прилагается, в общем. Пять тысяч рублей для бюджета, да, для того, чтобы вы начали партнерку качать. Да, в общем, да, ну, да, в общем, да. Суперски, суперски. Ребята, все, в комментариях мы пишем. Обязательно, когда вы пишете и участвуете в конкурсе, пишите, как с вами связаться, либо телеграм, либо номер телефона, либо все, что угодно, потому что мы будем выбирать по комментариям, и потом будем с вами свяжемся. Борис, спасибо, что пришел, было очень классно. Все, ребята, всем счастливо, всем пока.